Всем привет! С вами Эндрю Крэмор. Добро пожаловать на очередной впечатляющий урок по использованию программы After Effects. В этом уроке поучаствовала масса приглашенных актеров. Тана, Сэм Лоя. И если вы хорошенько присмотритесь, то заметьте еще и Тина за рулем грузовика. Я специально пригласил его для записи DVD. Это проект всей его жизни. Эта роль поможет ему стать звездой. В общем-то, нет никакого секрета в том, что мы будем создавать. Да, не повезло. Этот ролик состоит из нескольких компонентов. Грузовика, сбивающего Сэма. Мы видим, что грузовик немного меняется от удара, разлетающихся осколков стекла и самого Сэма, падающего на капот. Мы рассмотрим несколько способов размазывания несчастного тела Сэма. Конечно, чем больше вы увлечетесь созданием этого ролика на съемочной площадке, тем лучше он будет выглядеть в результате. Давайте начнем. Должен заметить, что Тана сработала великолепно. Посмотрите, она умудрилась не засмеяться, глядя на Сэма. Она сохранила невозмутимое выражение лица. Это невообразимо. Я не могу смотреть на Сэма без смеха. Более двух секунд. Но давайте начнем. Выберем съемку Background Play и ставим ее в новую композицию. Мы можем видеть Тану на этой съемке. Вот в чем уловка. Машина движется отдельно. А Тана — это как бы дополнительный элемент, чтобы сделать съемку более правдоподобной. Она присутствует у нас на переднем плане. В принципе, вы можете использовать просто изображение едущей машины, в зависимости от того, чего именно вы хотите добиться. Вся примененная техника будет работать с тем же успехом. Итак, у нас есть наша съемка. К тому же у нас есть Сэм, идущий по улице. Мы засняли его на фоне специального зеленого экрана. Теперь нам нужно совместить эти кадры по времени, чтобы получить представление о том, что именно мы хотим изобразить на видеосъемке. Для этого нажимаем клавишу T, уменьшим уровень Опасити до 50%, и проматываем запись немного вперед. В этот момент, когда машина врезается в Сэма, мы передвигаем запись таким образом, чтобы его падение совпало с моментом удара. Можем еще немного передвинуть запись. Теперь, когда мы справились с этой задачей, нужно применить функцию Precompose к этой съемке. Для этого выбираем Layer, Precompose. Назовем этот слой SamWalking, и применим к нему пункт Leave L Attributes in VG Plate. Теперь нажимаем Alt плюс двойным щелчком по этому слою, и редатируем первоначальную съемку. Для начала нам нужно избавиться от заднего фона. Для этого выбираем слой, выбираем инструмент Pen Tool, и с его помощью довольно небрежно обрисовываем основную часть изображения. Затем нужно избавиться от зеленого фона вокруг Сэма. Выделяем слой съемки, идем во вкладку Effects, Cain, и вместо того, чтобы сразу выбрать эффект Key Light, мы выбираем Color Key. Затем нажимаем вот здесь, по пункту Color, и увеличиваем уровень Tolerance. После чего удваиваем этот слой, щелкаем по этому ярко-зеленому цвету, еще раз удваиваем этот слой, выбираем на этот раз темно-зеленый оттенок. Мы избавимся от большей части зеленого фона, используя множество версий функции Color Key. Плюс этой функции заключается в том, что она очень быстро применяется, и дает нам возможность избавиться от большей части фонового оттенка. Вот так уже неплохо. Можно убрать еще этот темно-зеленый фрагмент. Итак, мы избавились от большей части фонового оттенка. Конечно, по краям изображения выглядит отвратительно, но мы создаем Garbage Mask вокруг актера, и можем применить функцию Key Light к этому появившемуся эффекту. Но прежде чем мы это сделаем, идем во вкладку Effects и выбираем Matte Sample Choker. Выставляем здесь отрицательный показатель. Это позволит нам более четко наметить границы, которыми мы будем применять функцию Key Light. Это отличный способ создания Garbage Mask вокруг объекта съемки, и этот способ также очень быстро применим. Вот теперь мы выбираем эффект Key Light. Берем инструмент Screen Color, щелкаем им по зеленому участку, и далее экспериментируем с установками. Мы не будем сильно концентрироваться на функции Key Light, просто приведем изображение в приемлемый вид. Кроме этого, создадим новую основу, сероватого оттенка, опустим ее под слой съемки. Теперь обратимся к функции Key Light. Выставим показатель Screen Gain на 105. Это уровень насыщенности, позволяющий избавиться от цвета. И такой уровень поможет придать изображению нужный вид. Затем выставим показатель Screen Pre Blur, примерно на 0.75. Это поможет размыть края до того, как мы начнем применять Key. Если вы работаете со съемкой в формате DV-HD, или если ваша съемка зерниста, то имеет смысл применить подобную корректировку. Уменьшим уровень Clip White и увеличим уровень Clip Black. Затем заменим Replace Method на Heart Color, что позволит изменить способ сочетания краев изображения. Если бы мы оставили показатель Source, то по краям изображения можно было бы увидеть зеленые очертания. Но показатель Heart Color отлично способствует сочетанию фонового оттенка с краями изображения. Кроме этого, выставим показатель Screen Shrink на минус 0.25, что позволит немного сузить края. Можно посмотреть, что получилось. Все примененные показатели проявляются достаточно быстро теперь, когда функции Key Light не нужно обрабатывать все зеленые участки съемки. Теперь эта функция как бы использует результат примененных эффектов Color Key и концентрируется исключительно на краях изображения. Следующая часть урока займет больше всего времени. Нам нужно ротоскопировать движение его ног практически покадрово. Но я вам покажу некоторые приемы, которые упростят эту задачу. Для начала вернемся в слой Render. Как вы видите, съемка чуть длиннее, чем нам нужно, поэтому мы продвинемся по ней вперед и обрежем эту съемку. Затем возвращаемся обратно в этот слой и щелкаем кнопкой Alt плюс открывающаяся скобка, чтобы обрезать оба этих слоя. Таким образом, нам не придется ротоскопировать отрезок времени до указанного периода. К тому же, в этот момент, когда машина врезается в Сэма, съемка будет находиться вот в этом моменте. Поэтому мы вновь возвращаемся к завершению съемки и нажимаем Alt плюс закрывающаяся скобка, чтобы нам не нужно было ротоскопировать отрезок времени после указанного фрагмента. Таким образом, у нас остается примерно полторы секунды времени, исходя из расчета 24 кадра в секунду. Итак, выбираем слой SamWalk, переименовываем его в Top Part и удваиваем его. После этого отключаем нижний слой и переименовываем верхний в Fit. Нам нужно создать копию слоя Fit. Прежде чем мы это сделаем, нажимаем клавишу M и удаляем опцию Mask. Затем удваиваем слой Fit. Введем во вкладку Edit, Duplicate. И вот в чем заключается уловка функции ротоскопинга. Для начала нужно установить рабочий участок. Для этого нажимаем клавишу B. Перемещаем индикатор времени к концу съемки. Нажимаем клавишу N. Нужно убедиться, что у вас высолено высокое разрешение. После этого отключим верхний слой и блокируем нижний. Помните, что эти два слоя совершенно одинаковые. Применим к ним функцию Render. Для этого нажимаем клавишу 0. Теперь мы можем проматывать съемку в режиме реального времени. Далее мы можем выбрать верхний слой и применить по отношению к нему функцию Mask. Точнее, по отношению к его ногам. Нужно концентрироваться на каждой ноге по отдельности. Обрисуем сначала эту ногу. Опция Drag поможет вам создать плавное очертание для краев. После того, как мы обрисовали ногу, нажимаем клавишу M и устанавливаем ключевые кадры для Mask Path. Затем мы можем передвинуться и установить ключевые кадры для обрисованного участка. Если мы щелкнем по ним двойным щелчком, то можем передвинуть все слои одновременно. Можно даже слегка передвинуть этот слой. Кроме того, можно перемещать точки в индивидуальном порядке. А если удерживать Shift, то можно выбрать сразу несколько точек для перемещения. Это неплохой прием. Функция Page Up позволит циклически проходить сквозь кадры и получать максимально приближенный к желаемому результат. Все, что от вас требуется, продолжать изменять форму маски на протяжении заданного отрезка времени. Если у вас нет зеленого фона, то можно применить этот способ ко всему изображению, но это займет гораздо больше времени. Помните, что вам нужно применять все это по отношению к очень короткому промежутку времени. Когда мы заканчиваем обрабатывать левую ногу, выбираем инструмент Pen Tool и с его помощью обрисовываем правую ногу. Снова нажимаем клавишу M и устанавливаем ключевой кадр для Mask Path. Затем передвигаемся по съемке и устанавливаем ключевые кадры в ходе всего отрезка времени. Не надо удалять никакие точки, иначе все будет испорчено. Есть еще один полезный совет. Вы можете изменить цвет маски, чтобы отличать функции Mask обоих ног друг от друга. Кроме того, можно заблокировать функцию Mask и затем выбрать Layer Mask Hide Locked Masks. Таким образом, вы можете работать с одной оставшейся функцией Mask, и вторая не будет вас отвлекать. Эта опция работает для обоих масок. Итак, ротоскопируйте движение ног, а я присоединюсь к вам после того, как вы закончите. Теперь, после того, как вы закончили ротоскопирование, нужно переустановить некоторые из теней. Но для начала выбираем заблокированный слой и удаляем его. Затем подключаем первый слой Fit. После этого нажимаем клавишу F3 и отключаем эффект Simple Choker. Таким образом, мы можем видеть края изображения более четко. Кроме этого, вы можете увеличить уровень Fever для маски примерно до 0.5. После этого подключаем слой TalkPaird и получаем два слоя, совмещающихся друг с другом и создающих единую композицию. Теперь, когда мы обработали движение ног, нужно добавить немного теней. Для этого подключаем слой серой основы, выбираем слой Fit, удваиваем его, идем во вкладку Edit, Duplicate, приближаем изображение, нажимаем клавишу M, подключаем функцию Mask, удерживаем Shift и нажимаем клавишу F. Мы подключили функцию Fever. Увеличим ее показатель, и если вы посмотрите вот сюда, то увидите, что все это больше напоминает первоначальный вариант съемки. Нажимаем двойное M и увеличиваем уровень Expansion. Немного уменьшим уровень Fever, тем самым подключая более длительный отрезок съемки. Проделаем то же самое и с правой ногой. Установим уровень Fever примерно на 25 и слегка увеличим уровень Expansion. Помните, что этот слой отделен от второго слоя Fit. Оставим его в покое, переименуем в Shadow и применим к нему инструмент Rectangular Mask Tool. Нарисуем с его помощью прямоугольник горизонтальной формы, покрывающий участок зеленого экрана. Применим к созданному прямоугольнику опцию Substract. Затем нажимаем клавишу F и немного увеличиваем уровень Fever. Затем немного опустим прямоугольник и еще чуть-чуть увеличим уровень Fever. Далее опускаем слой Shadow под слой Fit. После этого с помощью клавиш Ctrl D на клавиатуре удваиваем слой Shadow. Все, что нам нужно сделать, это расположить тени вокруг стопы. После этого возвращаемся в исходную композицию. Выставляем уровень Opacity на 100%. И видим, что тень, созданная нами, теперь находится на земле. Это важный момент, потому что нам нужно убедиться в том, что изображение выглядит так, будто Сэм на самом деле находится в этой композиции. У нас есть одна проблема. Она заключается в том, что тени от приближающейся машины накладываются на тень ступеней Сэма, и с этим надо что-то делать. Но прежде чем мы это исправим, мы применим опцию Precompose для этой композиции. Идем во вкладку Layer, Precompose. Выбираем пункт Move L Attributes into the New Composition. Назовем этот слой Sam Composite. Итак, мы получили исходную композицию, включающую в себя слой Sam Composite. Вот он, этот слой. Кроме того, у нас есть слой Sam Walking, включающий в себя все слои по отдельности. В слое Sam Composite выбираем момент перед самим ударом и удаляем кадр. Несмотря на то, что Сэм прекрасный актер, его рефлексы далеки от кошачьих. Поэтому нажимаем на клавиатуре Ctrl-Shift-D и с помощью этого как бы расслаиваем съемку. После этого обрезаем ее. Передвинем этот отрезок обратно, и теперь, когда мы удалили один кадр, удар машины покажется более неожиданным и резким. Давайте посмотрим. Сэм идет, машина врезается в его спину, и вот теперь надо исправить участок с тенями. Для этого мы переходим к слою Sam Walking, и прямо здесь удаляем некоторую часть теней. Подойдем к этой проблеме глобально. Выбираем Layer, New Solid, сделаем эту основу синим, хотя цвет не имеет значения. Теперь отключим слой новой основы и обрисуем участок теней вокруг области Substraction. Затем переключим обратно слой основы, нажмем клавишу F, и немного увеличим уровень Feather. Далее изменим показатель Transfer Mode на Silhouette Alpha. Этот показатель удалит все лишнее, что находится в этом слое. После чего мы сможем анимировать изображение. Нажмем двойное M. Установим ключевой кадр для Mask Path. Передвинем изображение на несколько кадров. И увеличим еще немного уровень Feather. Теперь по мере приближения машины в этой композиции мы сможем выделить некое пространство для тени, образующееся на съемке в ходе движения. Теперь можно приступить к съемке удара машины об Сэма. Для начала нужно выделить опорную точку слоя Sam Composer и расположить ее примерно посередине того момента, в котором Сэма сбивает машина. После этого создаем новый слой No Object, нажимаем клавишу P, устанавливаем ключевой кадр и передвигаем ее примерно в этот угол. Затем анимируем съемку с того момента, как машина сбивает Сэма, и до того момента, пока она не исчезнет из кадра. Нужно убедиться, что ключевой кадр совпадает с опорной точкой в течение всей съемки. Предположим, что съемка продолжается за пределы кадра. Нет, лучше удалим эту часть. Это основная анимация машины. Кроме нее, можно применить функцию Mask для передней части машины. Это позволит расположить Сэма поверх капота машины. Создадим новую основу. Оранжевого цвета. Без какой-либо конкретной причины. Теперь отключим слой основы и обрисуем переднюю часть машины. Вот так, по контуру. Теперь подключаем обратно слой новой основы и удваиваем слой BG Plate. Затем размещаем один из удвоенных слоев под слой оранжевой основы. Установим показатель TrackMath на AlphaMath, что позволит убрать прозрачность с оранжевой основы. Уменьшим уровень Feather. Вот это одно из положительных качеств функции Mask. Мы можем изменять ее уровень Feather. В зависимости от направления, если движение происходит по оси Х, то можно выставить показатель 12 или, скажем, 5 пикселей. Смотрится неплохо. Вы можете увидеть, что теперь это просто другой элемент. Теперь набираем оранжевую основу и прикрепляем ее к слою Null Object при помощи функции Parent. Важно помнить, что слой Null Object содержит в себе данные по анимации изображения. Таким образом, машина теперь следует за этим слоем. Уменьшим уровень Опасити, чтобы вы могли это увидеть. Кроме того, нужно убедиться, что созданная функция Mask движется так, как надо. Для этого нажимаем клавишу M, устанавливаем ключевой кадр для Mask Path и проверяем, действительно ли мы отрегулировали все так, чтобы все смотрелось лучше в ходе движения. Вернемся назад и передвинем этот слой на место. Нужно просто циклически проходить кадр за кадром, чтобы убедиться, что у вас получается именно то, что нужно. Вот в этом участке слой начинает отделяться от изображения. Поэтому мы немного передвинем вот эти точки. Вот, в общем-то и все, что нужно сделать, чтобы это заработало. Далее переходим к слою Sam Composite. Подключаем его обратно. И теперь, когда машина подъезжает и врезается в Сэма, передняя часть машины упирается в его спину. Выбираем слой Sam Composite. В точке столкновения нажимаем Ctrl-Shift-D на клавиатуре и разрежем выбранный слой пополам. После этого прикрепим этот слой к слою No Object с помощью функции Parent. Итак, у нас есть основная анимация. Теперь нам нужно соотнести ее с длительностью съемки, чтобы все элементы сочетались друг с другом. Для этого выбираем этот слой, нажимаем клавишу P и R и устанавливаем ключевые кадры для функции Rotation и Position. Передвинемся на несколько кадров вперед. Нужно убедиться, что этот слой будет как бы впечатан в машину. Примерно вот так. Отрегулируем его немного и повернем с помощью инструмента Rotation Tool. Поворачиваем слой Sam Composite до тех пор, пока не убедимся, что он расположен четко на поверхности капота. Таким образом, когда машина врезается в Сэма, его как бы отбрасывает на капот и расплющивает по нему. Надеюсь, вы уловили основную идею. Кроме этого, мы можем добавить функцию Motion Blur. Подключим ее для обеих композиций. Затем выбираем аудиозапись Car Height, нажмем 2L и убедимся, что этот звуковой эффект совпадает по времени с моментом удара машины. Давайте посмотрим, что мы имеем на данный момент. Смотрится довольно мило. В тот момент, когда Сэма сбивает машина, он вылетает за пределы кадра. Создадим новую основу. Назовем ее Glass. И сделаем ее зеленой. Затем выберем Effect Simulation. CC Particle World. И создадим разлетающиеся в разные стороны мелкие осколки стекла. Выставим вот тут показатель Off. И перейдем в меню Options. Здесь выбираем Rendering, Bounce, Random. Выставляем показатель на 20. И выставляем показатель Spread на 15. Таким образом, когда осколки будут касаться земли, они не будут отскакивать в одном и том же направлении, а будут разлетаться в разные стороны, как если бы они падали на неровную поверхность. Вот примерно так. Заменим чуть-частиц на Trey Pelagon и сделаем их очень маленькими, чтобы они были похожи на крошечные осколки стекла. Придадим им серовато-голубой или белые оттенки. Вот теперь они смотрятся именно так, как кусочки стекла. Вернемся снова в меню Options. И убедимся, что функция Motion Blur все еще подключена. Она сделает изображение более правдоподобным. Наряду с частицами, которые будут разлетаться в разные стороны, мы будем анимировать функцию Position и Producer. Для этого переведем композицию в среднее разрешение. Выставим показатель Bird Rate на 0. Установим ключевые кадры для функции Position и для Bird Rate. И продвинемся вперед на кадр. Увеличим показатель Bird Rate. Не знаю, но сколько именно. После чего опять выставим показатель Bird Rate на 0. Таким образом, частицы будут как бы выстреливать, появляясь. Создадим множество частиц. Для этого выставим показатель Bird Rate примерно на 20. Вот теперь мы можем увидеть, как разлетаются эти мелкие кусочки. Далее необходимо убедиться в том, что эти осколочки стекла движутся в соответствии с движением машины. Для этого при выбранном моменте времени передвигаем функцию Position таким образом, чтобы видеть частицы. Передвигаем Position и возвращаемся назад по шкале при появлении машины. Мы можем видеть расположение продюсер. Созданные нами осколки – это, скорее всего, частицы разбившихся фар. Поэтому мы расположим их подальше от передней части машины, чтобы все вместе смотрелось более реалистично. Теперь переходим в меню Physics и увеличим уровень InHired Velocity, чтобы частицы разлетались более эффективно. Переведем композицию обратно в высокое разрешение. Давайте немного сдвинем этот слой, чтобы все слои приходили в движение с заданных точек. Добавим еще немного осколков. Много стекла. Примерно в этом и есть суть урока. Создание частиц, экспериментирование с ними. Можно придать им немного больший размер. Видите, они разлетаются. И можно увеличить уровень гравитации, чтобы они падали чуть быстрее. Или можно наоборот, уменьшить количество этих частиц. Как бы то ни было, именно так и создаются осколки стекла. Вам остается только экспериментировать с установками, чтобы добиться именно того вида, который вам нужен. Следующий момент, на котором мы заострим внимание, это вмятина, образующаяся на машине, когда она врезается в Сэма. Это классный прием. У нас есть готовое изображение помятого капота. Я нашел эту картинку в интернете, на сайте о тестировании машин. При помощи программы Photoshop подключаем прозрачность, закрашиваем белые участки и вставляем эту картинку в новую композицию. Теперь мы создадим небольшой механизм, основанный на этом изображении. Для этого выбираем инструмент Pen Tool и обрисовываем вот эту часть. Затем выбираем инструмент Pen Behind Tool и перемещаем центральную точку вот в этот угол. Далее удваиваем слой изображения. Удаляем маску. И на этот раз обрисовываем вот эту часть. Вновь выбираем инструмент Pen Behind Tool и перемещаем эту точку вот сюда. Таким образом, у нас есть уже две части капота. Удваиваем этот слой еще раз. Нажимаем клавишу M, удаляем маску и обрисовываем все, кроме этих двух участков. Теперь мы имеем три части капота. Переименуем их в Main, Top Left и Right, соответственно. Выбираем слой Right и прикрепляем его к слою Top Left при помощи функции Parent. Затем выбираем слой Top Left. Выбираем клавишу R и поворачиваем этот слой практически вертикально. Кроме того, расположим слой М, Main поверх остальных слоев. Вот так примерно это должно выглядеть. Выбираем слой Top Left и поворачиваем его таким образом, чтобы казалось, что эта часть капота по-прежнему функционирует. Далее установим ключевые кадры для опции Rotation для этого слоя, а также для слоя Right. Продвинемся немного вперед по шкале и повернем этот слой так, будто его сжало. Ну а поскольку его сжало, то нам нужно, чтобы другой слой наоборот оттопырился. Поэтому мы выпрямляем эту часть и в момент столкновения эта часть опустится вниз. Мы создаем незамысловатый маленький механизм, который поможет в создании симпатичного изображения. На все это потребуется всего лишь несколько кадров. Около четырех. Добавим к ним ключевые кадры. Нам нужно, чтобы все происходило очень быстро. Передвигаемся по шкале вперед, чтобы изменить время на осуществление этого действия. При желании можно повернуть эти части больше или меньше, в зависимости от того, насколько сильные движения вам нужны. Опять же, можно подключить функцию Motion Blur для всех этих частей и ускорить их движение. Еще один момент, который надо отрегулировать, заключается в том, что нам нужно вернуть изображению некоторое количество черного цвета. Для этого мы удваиваем слой Main. Удаляем маску. Видим, как появляются черные участки. Опустим этот слой под слой Top Left и скрепим эти два слоя с помощью функции Parent. Это позволит удерживать их вместе. И основной слой будет двигаться вместе с остальными слоями. Далее выбираем слой Right и проделываем то же самое. Итак, приложив совсем немного усилий, мы создали эту прямую переднюю часть машины. Закрываем композицию Hood. Возвращаемся к нашей основной композиции и применяем созданное изображение капота к этой композиции. Уменьшаем масштаб, немного приближаем изображение и совмещаем созданный нами капот с данной съемкой. Затем прикрепляем слой капота к слою No Object с помощью функции Parent. Это именно тот слой No Object, который содержит в себе данные по анимации. Далее подключаем функцию Motion Blur. Немного откорректируем цвета, чтобы они лучше гармонировали с изображением в целом. Перейдем в Red Channel, затем в Blue Channel. и в конце концов в Green Channel, чтобы придать правильный оттенок. Итак, мы разобрались с цветовой гаммой, теперь нужно настроить анимацию таким образом, чтобы все действия происходили своевременно. Для этого мы переключим функцию Motion Blur и установим изображение. Нам нужно, чтобы граница созданного нами капота совпадала с границей капота данной машины, поэтому мы расположим наш капот примерно вот здесь. Немного увеличим масштаб. И теперь, во время столкновения, капот начнет мяться, впечатываясь в спину Сэма. это ключевой момент съемки. Возьмем инструмент Mask Tool и увеличим уровень Feather, чтобы все элементы изображения лучше гармонировали друг с другом. выберем показатель Substract. Кроме того, изображение будет тускнеть в течение вот этого кадра. Нажимаем клавишу T, уменьшаем уровень Опасити, передвигаем вперед по шкале и увеличиваем уровень Опасити. Еще один примечательный момент. При подключенной функции Motion Blur вы не заметите, что изображение тускнеет. Будет создаваться иллюзия того, что капот раскрылся от удара и врезался в Сэма. Можно провести еще небольшую коррекцию цвета, чтобы все сочеталось между собой. Выберем слой Glass и обрежем его так, чтобы он начался ровно в этот момент удара. Итак, давайте посмотрим, что получилось. Сэма сбивает машина, мы видим маленькие осколки стекла, разлетающиеся по дороге. В общем и целом, съемка смотрится здорово. Вы можете, конечно, добавить эффект трясущейся камеры в момент удара. У нас уже был урок на эту тему. Вспоминайте урок по созданию землетрясений. С помощью того урока можно создать отличный эффект трясущейся камеры. Я пользуюсь программой After Effects CS3. Конечно, вы можете проделать этот урок в версии 6.5 или 7, но если вы пользуетесь CS3, то можете воспользоваться новым свойством. Паппет 2. Выберем слой Sam Composer. Отключим его и вернемся примерно вот к этому моменту. Передвинем этот слой. Нажмем Ctrl-Shift-D и обрежем вторую часть этого слоя. Затем щелкнем правой кнопкой мыши по этому слою. Выберем Time Freeze Frame и мы заморозим кадр прямо в момент столкновения. Таким образом, мы получили неподвижный кадр. Теперь, если мы прикрепим его к слою Null Object с помощью функции Parent, то этот кадр как бы стремительно сорвется с места. Все это смотрится неплохо, но мы можем улучшить результат, выбрав Puppet Tool. Как вы видите, здесь три разновидности этого инструмента. Pin Tool, Overlap Tool, Stretch Tool. Первый позволяет вам прикреплять созданный макет. В нашем случае это Сэм. Булавками. Прикрепим одну булавку в районе головы. Вторую булавку прикрепим где-нибудь здесь. Вторую прикрепим на ноге. Выбираем инструмент Starch Tool. Ставим галочку на Show Mesh и заморозим некоторые области, чтобы все изображения крепко держались на месте, пока мы будем передвигать остальные булавки. Итак, мы воспользовались булавками. Положительный момент инструмента Puppet Tool заключается в том, что он автоматически создает ключевые кадры. То есть, если мы нажмем клавишу U, спустимся вот к этому меню, то увидим, что у нас появились три пункта Position для ключевых кадров инструмента Puppet Tool. Теперь подключим первоначальное изображение. Продвинемся вперед по шкале и сможем анимировать Сэма в момент удара машины. Можно повернуть этот инструмент, чтобы еще более правдоподобно расположить его на капоте. еще один плюс Puppet Tool состоит в том, что у него есть функция Motion Blur. То есть, мы просто подключаем ее для выбранного слоя и можем посмотреть, как изображение будет выглядеть в итоге. В момент удара машиной мы можем наблюдать очень любопытную и довольно замысловатую анимацию. Смотрите. То есть, одним из главных достоинств Puppet Tool является возможность манипулировать. И как всегда, если вы собираетесь воспроизводить этот эффект, будьте осторожны. Могут пострадать люди, даже если вы всего лишь создаете визуальный эффект. По улице на огромной скорости ездят машины. Поэтому еще раз будьте осторожны. И напоследок, в своих работах используйте тех людей, которые вам не нравятся, на случай, если с ними что-то все же случится. Если вам понадобится какая-либо помощь, заходите на наш сайт. На нем выложен обучающий курс After Effects, который поможет вам разобраться в использовании этой программы. Кроме этого, у нас есть отличная продукция, к примеру, новый диск под названием Bullet. Поэтому, если вас заинтересуют уроки повышенной сложности, включая эффекты 3D, Cinema 4D и 3D Max Studio, то вы можете их найти именно там. Кроме того, доступен бесплатный элемент Blender, очень полезный и мощный. DVD Bullet уже в продаже. Поддерживая нас, вы помогаете создавать эти замечательные видеоуроки. Поэтому, покупайте нашу продукцию прямо сейчас. Вы также найдете отличные плагины и инструменты для дизайна. Надеюсь, вам понравился сегодняшний урок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok